Давайте я для начала прочту два стиха, которые вам сразу ответят на вопрос. Для чего? Ну, все знают, что мы должны поступать по духу, правильно? И причем это не просто optional. Писание требует от тебя, чтобы ты и я поступали по духу. Period. Иначе плохо дело будет. Амин. Плохо будет дело. Вот. Поэтому для чего, почему такие серьезные требования в Библии к нам? Я вам прочту пару стихов, которые сразу ответят на этот вопрос. Послание Галатам, пятая глава. Пятая глава, глава. 16 стих, да? Есть? О, окей. Пятая, по-моему, даже стих такой есть у нас, Миша. Нет у нас такого стиха? Ну, окей, ну, не важно. Ну, хорошо. Тринадцатый? Тринадцатый? Тринадцатый. Окей, смотрите. Пятая глава, Галаты, 16 стих. Смотрите, один стих. И я говорю, поступайте по духу, и что? И вы не будете исполнять вожделение плоти. Итак, вопрос у меня к вам. Для чего тебе нужно, именно нужно? You have to. You must. Потому что must stronger than have to. Почему ты должен поступать по духу? Для чего? Чтобы не исполнять что? Вожделение плоти. А можно поступать по духу, и при этом ты сможешь поступать, поступая по духу, исполнять вожделение плоти? Не сможешь. Мы увидим, почему. Окей. Римляне, 8 глава. Римляне, 8 глава. У нас есть 13 стих. Есть такой, Миша? В основном мы будем в этих вот главах. Это что у нас? А, 13. Римляне, 13 стих. Ну, 12. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Что это значит? Мы не должники плоти. То есть я не должен. Как мы говорим, я тебе ничего не должен, окей, чтобы я должен сделать это. Я у тебя не в долгу. То есть я перед плотью своей уже не в долгу. Раньше я был в долгу, но Христос меня освободил из этого долга. Он меня освободил. И поэтому я своей плоти ничего не должен. Я не должен. То есть я имею возможность и имею authority, силу не поступать по плоти. То есть ты не должен, чтобы жить по плоти. 13 стих. Наш стих. Ибо если живете по плоти, смотрите, то умрете. Упс. А если духом, смотрите, умерщвляете дела плотские, то живы будете. Помните этот стих? It's powerful. Еще раз. Если живете по плоти, то умрете. Это кому? Верующим говорит или нет? Верующим это, римлянам. Так если ты, я могу так сказать, если ты не поверишь, если ты не веришь в Бога, если ты отвергаешь Бога, если отвергаешь Иисуса Христа как спасителя своего, ты будешь жить, ты тоже умрешь. Правильно? Потому что, ну, речь идет о не будете, нету жизни вечной, нету ничего. Но я поверил в Иисуса Христа, я верующий, и я живу по плоти. И что? И что будет со мной? Если я живу по плоти, то что? То умрете. То разница есть между тем, который не принял Иисуса Христа, вообще, он умрет, и этот, который принял его, и живет по плоти. О, окей. Are you following me? То есть, ну, если что, но ты должен поступать по духу для чего? Потому что поступая по духу, ты что делаешь? Ты умерщвляешь дела плотские. Поэтому вопрос, могу я, живя по духу, еще и поступать по плоти? No. Потому что поступая по плоти, ты что делаешь? Ты умерщвляешь дела плотские. Это хорошо или плохо? Ну, конечно, хорошо. Потому что, если ты не умерщвляешь дела плотские, то что? Ты умрешь. Умышления плотские, суть смерти. Итак, вопрос, который у нас, основной наш вопрос, на который мы нужно отвечать, минут 40. Мы уже, в принципе, справились с этим за 5 минут. Для чего нужно поступать по плоти? Поступайте, я извиняюсь, по духу. Галаты, поступайте по духу, и вы что? И вы не будете, то есть у тебя единственная возможность не исполнять, смотрите, единственная возможность у тебя не исполнять желание плоти, это какая? Это поступать по духу только. У тебя другого options нет, у тебя нет другой, у тебя другого нет возможности. Если ты страдаешь, если ты борешься с какими-то своими плотскими атаками, которые, я знаю, что ты, да, борешься, и ты не можешь справиться с этим, и так далее, и так далее, то и ты концентрируешься на вот этих вот плотских своих вот этих вот настижениях. У тебя какая-то ласт, какая-то похоть, которая тебя атакует, ты не можешь не делать это, ты не можешь не думать об этом, ты не можешь справиться с этим. И ты концентрируешься на этом, ты атакуешь это, тебя мысли в эту сторону, мысли, мысли, мысли. И ты думаешь, как бы с этим не справиться, и ты что-то тратишь время, силы, и ты не справляешься. Потому что сам подход к решению вопроса в принципе уже неправильный. Чтобы не поступать по плоти, не нужно акцентироваться, не нужно акцентировать свое внимание на этой плотской какой-то настижении каком-то, понимаете? Нужно что делать? Нужно поступать по духу, и ты что? Автоматически тогда не будешь исполнять вожделение плоти. Понимаешь, что я говорю? Например, другая параллель. Человек over concern своей земной жизнью. Он думает о ней постоянно, что ему тут делать, как ему тут, что есть, что пить, во что одеться, что будет, эпидемия, атаки, землетрясения. То есть он волнуется за свою земную жизнь. И он пытается ее как-то обезопасить, свою жизнь, что-то с ней сделать. Он ее пытается улучшить и так далее, и так далее, и так далее. Он постоянно думает, и он пытается, как верующий человек, он понимает, что он не должен быть anxious about it too much. И он постоянно, но он не может ничего сделать. Что нужно делать, чтобы успокоиться, перестать бояться, перестать трястись, перестать быть таким over anxious about this life or not? Нужно перестать вообще на эту тему думать. А нужно концентрировать свое внимание на жизни вечной, на небесной. Когда ты перенесешь фокус своего внимания с этой проблемой на другое, на другое, у тебя автоматически исчезнет и эта проблема. То есть когда ты будешь думать о небесной жизни, когда ты будешь концентрироваться там, и когда ты будешь туда направлять, если око твое чистое, если туда будешь смотреть, то здесь у тебя то же самое и здесь, то же самое и здесь. Когда, если я сражаюсь с какой-то своей слабостью, плотской, я не могу справиться с этим. Я думаю, как бы мне вот это вот не делать? Как бы мне вот не делать этого? Как бы мне вот перестать завидовать тебе? Я не могу справиться с этим. Я вот вижу твои успехи и I'm just jealous, full of it. Я думаю на эту тему, об этой зависти, думаю об этой зависти, и потом в следующий раз я вижу, как у тебя дела идут хорошо, и опять filled with jealousy. Ну, я думаю, я не хочу исполнять желание плоти, а они coming up and coming up, я не могу избавиться. И я концентрируюсь на этом, я занимаюсь этим, понимаете, я сражаюсь с этим, а не нужно это делать. Потому что когда ты сражаешься с плотью, ты будешь с ней продолжать сражаться и сражаться, и сражаться, и сражаться. Тебе нужно перенести фокус твоего внимания. Тебе нужно поступать по духу. Почему? Когда ты поступаешь по духу, ты что делаешь? Ты умершляешь. Только сейчас ты умершляешься. Потому что ты пытаешься плотью, потому что ты есть плоть, и ты сражаешься, плоть сражается с плотью. И что ты делаешь? Плоть просто умножается на плоть, и получается больше плоти. Тебе нужно поступать по духу, и тогда дух будет умерщвлять дела татские. Понимаете? Это я уже как бы все рассказал. А теперь давайте по порядку. Значит, если посмотреть немножко назад, как все это начиналось, когда Господь дал закон, то, в принципе, все сводится к тому, для верующего человека. Вообще, для человека все сводится к тому, чтобы он пришел к познанию Бога. Он должен прийти к познанию Бога. Когда человек уже пришел к познанию Бога, когда он стал верующий, у него перед ним только стоит одна задача. Все сводится только одному. Он должен не поступать по плоти. Он должен перестать быть душевным. Он должен перестать быть, или... Это процесс, конечно. Он должен расти, чтобы было меньше душевности и больше духовности. Душевность – это естественность. Это естественный человек. Естественного человека должно быть меньше. А сверхъестественного Божьего должно быть больше. И все сводится к тому, чтобы не поступать по плоти. В этом смысл всего. Для верующего человека, рожденного свыше, это смысл всего. Чтоб ты перестал поступать как человек. Чтоб ты поступал по Божьей. Чтоб ты поступал духовно. Ограничить твою плоть. Ограничить твою плоть И Господь это делает Господь это делает начиная От книги бытия Помните что он взял с Яковом У Якова была плоть Понимаете он был такой И Господь ослабил его плоть Он коснулся его бедра Самсон был выдающийся человек С такими чудесными дарованиями от Бога Но все что он не делал Все что он не делал Вот он увидит эту вот женщину Он же был на заре На заре не должен волосы стричь Он не должен Что там он еще не должен Он не должен к мертвому дотрагиваться И должен не вина Плоды виноградные не должен Понимаете и он видит Он видит это он хочет это И он трогает это он в один плоть Понимаете он видел эту девицу И все она с другого народа Он нарушает закон то есть он в один Похоть очей Потом он увидел что от этого Я хочу этот мед Из мертвого льва И он похоть плоти Понимаете и он в один И потом в конечном итоге В конечном итоге Видите вот это вот его Очи его Они его завели в эту беду И потом кончилось тем Что глаза Он потерял глаза То есть Человек страдает Из-за своей похоти И поэтому Бог допустил вот это В его жизни Чтобы он показал Что нельзя так ходить Вот И смысл всего Ограничить твою похоть Ограничить твою плоть Когда я говорю о плоти Это я не говорю о теле только Плоть это твоя природа Естественная человеческая природа И поэтому Господь дал что Народу Израиля Когда Бог открылся Народу Израиля И вывел в пустыню Первым делом Господь что дал Заповеди Первым делом он дал закон И что делает закон Закон тебя Ограничивает Он тебя как бы лимитирует Причем хорошо лимитирует И для чего в принципе Был дан закон Посмотрите Галаты 3 глава 19 стих Для чего дан закон Для чего же закон Тут так и спрашивается Он дан после По причине Когда они вышли Он дан после По причине преступлений То есть они приступают Постоянно люди приступают То что нельзя делать Но они не знают Что они приступают Например Ты едешь по фривей И там нету знака Окей Нету ограничения скорости Нету 60 Нету 60 Не написано 60 Но там Ну Бог знает Что здесь 60 Но знака нет А ты едешь 70 Ну ты приступил А ты же не знаешь Что ты приступил Почему потому что Знака нет Окей Были преступления И до того Но они не были Зафиксированы Их только Бог видел Поэтому что это По причине Этих преступлений Бог поставил знак Do not steal Окей По причине преступлений И он дан Не навсегда Этот закон Он дан только До времени Пришествия семени О каком семени идет речь Конечно речь идет О Иисусе Христе Потому что обетование Было Аврааму И что И семени его Тебе благословятся И в семени твоем Благословятся все народы До пришествия семени Но сейчас мы об этом Говорим о чем Для чего был дан закон Ограничить людей Потому что Бог Взял себе народ И говорит Идите со мной Я вас приведу в землю Где течет молоко и мил Окей И они пошли По дороге они Хочу что Хочу так Хочу я хочу то Я хочу то И То есть Общество Есть какой то Просто какая то толпа Огромная Но она Нету конституции Нету закона Ничего тебя Не направляет Дан закон Чтобы человек Вот это не делал Чтобы это не делал И мы живем здесь Под законом В этом государстве И это правильно Потому что людей Нужно Понимаю Нужно ограничивать Но Бог Законы Которые Бог дал Они духовные Понимаете Они духовные Почему Потому что Ограничивать Именно твою плоть Именно Ограничить человека Лимитировать Лимитировать Проявление плоти Вот для чего Это все Если вы посмотрите Галаты Четвертую главу Смотрите Что здесь сказано Мы читали Как то с вами Наследник Такой ли в детстве Он ничем не отличается От раба Помните Мы читали Мне очень нравится Эта иллюстрация Это вообще Есть сын Какого-то царя И он Царевич Какой-то принц И он Он господин всего Но он Пока он Ребенок Он как раб Он ничем не отличается От раба Почему Потому что Отец Поставил над ним Какого-то Попечителя Надсмотрщика И он просто говорит Сейчас ты кушаешь Сейчас ты делаешь уроки Сейчас ты идешь спать Сейчас ты То есть Жизнь прямо такая Не царская жизнь Тебе Кто-то говорит тебе Что делать Понимаешь И все Но он-то Сын царя А он Как Ничем не отличается От раба Его Нужно Ограничивать Этого Ребенка Ребенка Нужно ограничивать Как ты Ограничиваешь Своего Ребенка Потому что Его нельзя Не ограничивать Потому что Он Он повредит Себе Нас нельзя Не ограничивать Нас Нам нельзя Давать свободу Потому что Эта свобода Она Она нас же И погубит Мы не в состоянии Справиться С этой свободой Мы не в состоянии Быть свободны Понимаете Когда народ Который прожил В рабстве 430 лет Потом они вышли На свободу И Бог говорит Вот этот день Это шаббат Вам вообще ничего делать Не надо Вообще ничего делать Не надо Понятие Ничего не делать Быть свободным Для них Это совершенно Какое-то инородное Понятие Они не знают Как это понять Мы были в рабстве 430 лет У них Менталитет Совершенно другой Да Он другого Не знает И здесь Ему предоставляется Свобода То же самое И здесь Человек Который вырос В тюрьме Всю жизнь И потом Выпускает на свободу Он не знает Что делать С этой свободой Он делает Какое-то Очередное Преступление Чтобы попасть Туда откуда он вышел И здесь ему хорошо Он не умеет жить В обществе Свободным Мы же сейчас Говорим о духовных Еще Окей Мы говорим О духовных Еще Человек Который живет Который живет Смотрите Человек Который живет Так как он хочет Он думает Что он свободен На самом деле Он не свободен На самом деле Где он живет Он живет В рабстве У кого У своей природы У своей похоти Он раб В полном смысле Этого слова Он еще какой раб Но он этого не осознает Он думает Что хочу Туда Хочу сюда Да к этому ты и делаешь Ты делаешь все Что ты хочешь Значит Ты угождаешь Этой природе Ты в рабстве У нее Окей Ты у нее В рабстве И Бог Что делает Такого человека Который хочет Принять Бога И он приходит И Бог говорит Окей Теперь ты должен Жить Вот отсюда И досюда Вот это у тебя Свобода А это нельзя А то что за этим Тоже нельзя И он говорит Упс Раньше у меня была Свобода Нет Раньше у тебя как раз таки И не было свободы Раньше это было Стопроцентное рабство Там вообще Свобода и не пахла А здесь я тебе даю Только вот эту свободу А остальное Это рабство Почему? Потому что ты сейчас В таком состоянии Ты как ребенок Ты младенец Ты еще Ты очень незрелый И я должен тебя держать Вот в этих вот Рамках Потому что Если ты выйдешь За эти рамки Как ребенок маленький То ты погубишь себя Ты покалечишь себя Что ты здесь делаешь с собой И в принципе Это то что делает человек Угождая Своей природе Но это не навсегда Это не навсегда А это до времени Окей Где это? До срока Назначенного отцом Когда приходит Когда Когда пришла полнота времени Четвертый стих Что это за полнота времени? Когда наступил срок Назначенный отцом Когда пришла полнота времени То пришло семя Пришел Сын Божий Помните? Закон был дан До пришествия семени И вот Когда исполнился срок Окей Пришел Сын И что он сделал? И он тебя Выкупил Подзаконных Он выкупил тебя От этого Насмотрщика От этого попечителя Теперь ты попечитель Уже не над тобой Почему? Потому что Ты уже достиг Какого-то maturity Ты достиг Какого-то возраста И Бог тебе предоставляет Что? Тоб предоставляет тебе Свободу Вообще полностью свободу Но Человек не может быть так Человек не может Не иметь лидера Раньше у этого человека Который был Зеленый Был лидер Это был его детоводитель Как насмотрщик Какой-то Сейчас Когда человек достиг Какого-то зрелости У него-то есть тоже лидер У него есть тоже детоводитель Но это уже не насмотрщик А это кто уже? А это уже Дух Святой Окей И вот теперь нужно Почему? Поступать По Духу Раньше От тебя это не требовалось Почему? Потому что Ты был не в состоянии И вот смотрите Галаты 5 глава Галаты 5 глава Галаты 5 глава Говорит следующее В самом начале Можно? Итак Стойте в свободе Которую даровал нам Христос И не подвергайтесь Опять Ебу И Ебу рабству Окей То есть О какой свободе О чем? О какой свободе Речь идет И о свободе от чего? Свобода от закона От этого детоводителя Который над тобой стоял И теперь у тебя свобода Но главное Чтобы эта свобода Была где-то здесь написана Тринадцатый стих К свободе призваны вы брать Тринадцатый стих Только чтобы ваша свобода Не была поводом К угождению плоти Окей Тринадцатый стих Почему? Потому что Если ты будучи свободным Раньше мне Закон говорил Это не делай И я в общем-то Как он меня хоронил А теперь я говорю Я не под законом Закон уже ушел Я уже Окей Теперь я свободен Теперь я могу делать то что я хочу Но Только бы эта свобода Не послужила Где это? Тринадцатый стих Поводом к угождению плоти Почему? Потому что Тогда ты опять возвращаешься В то рабство Из которого тебя что? Освободил Христос Ну как он тебя освободил? Это же ему стоило чего-то Поэтому ты не можешь Туда опять возвращаться Поэтому Если верующий человек Новозаветный верующий человек Верующий в сына Если он опять живет И угождает своей плоти То он возвращается туда Откуда Христос его выявил Понимаете? Эрисна Кур Потому что Если вы поступаете по плоти То умрете Что же делать? Как поступать? За кем идти? Человек должен быть все время Кем-то в один Человек Я верю в Бога И все Я пошел Но Господь всегда тебе дает Ведущего какого-то И сейчас у тебя ведущий Сейчас у тебя где-то водитель Незакон Сейчас у тебя ведущий водитель Личность Сам Бог Дух Святой Какая разница между Дедоводителем Который раньше был Скажем законом Дело в том Что ты раньше был Когда ты жил под законом То тебе нужно было Угождать закону Когда ты угождаешь закону Ты в принципе не служишь Богу Поэтому И ты в принципе не служишь Ты ничем не отличаешься Хоть ты и сын Божий Ты ничем не отличаешься от раба И ты это делаешь Потому что You have to Это не есть свобода Когда ты делаешь Не то что ты хочешь Это не есть свобода Свобода это тогда Когда ты делаешь То что ты хочешь Алса и Реген Когда ты делаешь То что ты не хочешь Это не свобода Потому что раб Он делает то что он должен делать Поэтому он раб А свободный человек Он делает то что он хочет Поэтому если ты служишь Богу, или поступаешь по воле Его, или там что-то там, надо Библию почитать, допустим, надо сходить на какую-то молитву, или там еще что-то, мысли где-то там. Это рабство. Это новозаветное рабство. Потому что ты делаешь не то, что ты хочешь. Это есть жизнь раба. А свободный человек, он делает, что он хочет. Я хочу, я в свободе. А если ты не хочешь это делать, поэтому Дух Святой, Он, когда пришел, Он дает тебе соответствующее желание. Он производит тебе и желание, и хотение по Божьему благоволению. И поэтому ты ты хочешь это делать, и так ты совершаешь свое спасение. Понимаете? Поэтому здесь сказано 18 стих. Если вы водитесь Духом, если вы Духом водитесь, то вы уже не под законом. Не можешь ты водиться Духом и быть под законом. Почему? Потому что когда ты под законом, хоть ты дитя Божье, но ты все равно как раб. Твое положение, ты называешься, я сын царя, но я в рабстве, потому что надо мной некто стоит и мне говорит, что делать. Это одно название ты принес. Ну, в принципе, ты... Когда ты под законом, ты... Ты как бы... Вот здесь вот в 4 главе там есть, смотрите. Ну, когда вы не знали Бога, не знавши Бога, вы служили Богам, которые в существе не Боги. Но ныне, 9 стих, 4 глава, но ныне познавши Бога или лучше получивши познание Бога, для чего возвращаетесь, слушайте, опять к немощным и бедным вещественным началом и хотите еще снова поработить себя им. Наблюдайте дни, месяцы, времена и годы. Боюсь за вас. Не напрасно ли я трудился у вас? Ныне, ныне познав Бога или лучше получив познание от Бога, для чего возвращаетесь опять к немощным вещественным началам этого мира, то есть каким-то событиям, каким-то соблюдением, каким-то ритуалом. Нам нужно это делать, мне нужно это соблюдать. Зачем вы хотите снова себя поработить этим? Это было до того. Это было раньше. Это было до того, когда закон тебе говорил, что ты должен это делать. Но сейчас ты, получив свободу, стойте свободу, которую даровал вам Христос. Зачем вы, получившие это, ставь, у тебя сейчас другой детоводитель, у тебя детоводитель, который есть сам Дух Святой. И поэтому тебе не нужно это делать. В этом, в принципе, и есть смысл хождения по Духу. Он в том, чтобы не поступать по Плоти. Пятая глава, Галат, и он говорит, он говорит следующее здесь. Смотрите, 17 стих. Мы говорили, что можно поступать по Духу и при этом еще исполнять вожделение Плоти. Нет, поступайте по Духу, и вы не будете исполнять вожделение Плоти. Смотрите, ибо Плоть желает противного Духу. То есть ты не можешь сделать и то, и другое. Если ты поступаешь по Духу, то ты не можешь делать, ты никогда не будешь делать дела Плоти. А Дух желает противного Плоти. Они друг другу противятся. Так что вы не то делаете, что хотели бы. То есть это не есть свобода, когда ты поступаешь по Плоти. Ну, тут, в принципе, ничего сложного нет. У человека есть две природы. У верующего человека, у неверующего одна. У верующего человека есть две природы, человеческая и Божия. И они настолько разные, что человек не может поступать и по одной, и по другую. Или ты поступаешь... Если ты поступаешь по этой, то ты автоматически не поступаешь по этой. Если ты поступаешь по этой, то ты автоматически не будешь поступать. Потому что они настолько разные, что они друг другу противятся. Понимаете? Они друг другу противятся. Ну и что ты должен усвоить? Ты должен усвоить одно, что поступая по плоти, ты умрешь И я умру, если я буду поступать по плоти Мы погибнем, мы не спасемся Я называю вещи своими венами Если я поступаю по плоти Пускай я проповедую, пою, прыгаю, это не имеет никакого значения Если я поступаю по плоти, я не спасусь, период И все языки твои, и все, что ты там делаешь, это ничего не поможет Ты должен не поступать по плоти, период У тебя есть единственная возможность не поступать по плоти Единственная возможность не поступать по плоти Это поступать по духу Тебе не нужно думать о том, как мне не поступать по плоти Тебе нужно думать, как поступать по духу И когда ты будешь поступать по духу Что происходит? Римляне 8.13 Дела духа будут что? Умерщвлять дела плотские Римляне 8.13 Помните, мы только что прочли Поступает дух, умерщвляет плоть Когда я сам пытаюсь умертвить плоть То плоть не может умертвить плоть Плоть только умножается на плоть И получается еще плоть Плоть times плоть Really плоть Но Это как свет и мрак Приходит свет, уходит мрак Приходит мрак, уходит свет Они противятся друг другу Вот это вот основная тема Потому что Вот это вот основная тема Как поступать и что такое по духу Это может быть даже другая тема Но насколько это critical Поступать по духу и жить по духу Вот это основная тема Я уже не говорю о том, что написано В Римляне 8, что Водимое духом есть Что суть сына и Божия Только такие суть сына и Божия Поступать Жить по духу Ещё мне очень нравится стих Посланий к кремлинам Восьмая глава В самый первый стих Смотрите Тем, которые во Христе Иисусе Да Но во Христе Иисусе Есть люди, которые живут по плоти А есть, которые живут по духу Кому нет осуждения? Тем, которые в нём живут не по плоти А по духу А те, которые в нём, но они живут по плоти То Писание не говорит, что им нет осуждения Нет осуждения только тем, которые живут по духу Кто осуждает? Закон осуждает Поэтому сказано, мы прочли Что поступающий по духу Он что? Не под законом И когда мы сейчас будем читать Галаты 5 глава Там плоды духа То что сказано про таковых? На таковых что? Нет закона Окей? На таковых нет осуждения А на других, которые там Списочек там есть Эти под осуждением Хоть они и верующие И говорят про Истолорда И так далее Но в нём Есть ветви и такие Помните? А есть ветви и такие Одни остаются, другие отсекаются Осуждения только нет Для определённой группы Тех, которые в нём А для другой есть В принципе, понимаете Почему вот так я сказал там вначале Что неверующий человек, он погибает И тут сказано, мы прочли Что верующий, поступающий во плоти Он тоже погибает Почему как-то так вот Так вот, как-то Сильно, что-то очень Потому что в принципе Если вы подумаете То в принципе нет никакой разницы Между человеком, который неверующий Что характеризует человека неверующего? Человек неверующий, он живёт для себя Он просто живёт для себя Он говорит, ну он хороший человек Понимаете, когда вот Мы уже должны Я сегодня, кстати, слышал Он в Бога не верит Он такой хороший человек Так лучше быть плохим и верующим Чем хорошим и неверующим Потому что это же тебе ничего не даёт Что ты хорошим И вообще, какой критерий Какой критерий у тебя, когда ты говоришь Какие у тебя весы, когда ты говоришь Что он хороший человек Он хороший человек Просто он отвергает Бога А так он золотой человек У нас это вызывает улыбку Но люди рассуждают так И говорят, что он настолько хороший Что в принципе вообще Бог ему не нужен Потому что Бог его даже улучшить не может Ну это улыбка у нас А это же плохо очень Это же тяжело что-то с таким сделать Так вот неверующий человек Это человек, который Пусть он будет золотой Но он, у него жизнь построена что? Вокруг себя Окей Я не говорю, плохо это или неплохо Но это вот реальность такая Он живёт для себя Он, по-моему, моя семья И вот у него вот так вот всё Эгоцентризм Человек, который верующий И поступает по плоти У него что, жизнь как построена? У него то же самое жизнь построена Потому что плоть Похоть моя Это It's all about pleasing my flesh Это исключительно для меня И я верующий Я вот посещаю Я это самое делаю Но я это всё делаю для себя И в принципе, в принципе Если смотреть на вещи так вот Знаете, вот так вот Называя вещи своими именами То я не отличаюсь от этого человека Почему? Что нас роднит? Потому что он живёт для себя И я живу для себя У него жизнь построена вокруг себя И у меня жизнь построена вокруг себя У него карьера там Какого-нибудь там Космонавта, программиста и так далее Исключительно для себя А у меня карьера проповедника Но это тоже для себя Какая разница? Какая карьера? Вопрос Для кого ты всё это делаешь? Для чего ты это всё делаешь? Это моя работа Это моя карьера И у него другая работа Ну и что? Ну в принципе Идея та же Цель та же Мотив тот же У него жизнь А у меня Я верю Но Это всё для своей плоти Для меня It's the same thing Поэтому То над тобой То над тобой всегда закон Закон делает только одну вещь с тобой Он тебя осуждает Он тебя ни в коем случае не оправдывает Он тебя только осуждает Окей? Я в центре Я в центре Когда человек в центре То он живёт по плоти Как отличить Как отличить Человека Живущего по плоти От человека Живущего По духу Ну в принципе Мы уже говорили Человек Человек Который живёт По духу Это человек Который живёт Ну лучше начнём с плоти Человек Который живёт По плоти Он живёт Исключительно Вокруг себя Если мы посмотрим Скажем На послание Галатам Пятую главу Наша Это основная глава Мы увидим Дела плоти Посмотрите на них Посмотрите на эти дела Плоти Окей Дела плотские 19 стих Прелюбодеяние Блуд Нечистота Непотребство Идолослужение Ссоры Зависть Гнев Вражда Разногласия Особенно разногласия Мне нравятся Ссоры Мне нравятся Ссоры и разногласия Ну Ненависть Убийство Пьянство Бесчинство Им даже И потому подобное Даже конца нет В принципе Это можно Keep going И так далее Предваряя вас То есть предупреждая вас Что Как и прежде Что поступающие так Царство Божие Не наследует То же самое Что поступающие так Вы умрете А эти люди Которые так живут Они не придут туда Но я хочу обратить внимание На это дело И посмотрите Что Что в корне В этих дел Блуд Окей Прелюбодеяние Непотребство Ссоры Вражда Мне нравится Гордость Я Это все вокруг Ссоры Точно вокруг Меня Вот эти все дела Можно Вместо этих вот стихов Двух-трех стихов Можно убрать И написать Дела плоти Это Я Это Я в центре Это вот то же самое Как это проявляется Или это через Убийство Или через блуд Или через Нечистоту Это уже второй вопрос Но я делаю блуд Потому что I want to please myself Это Это Ласт of the flesh Это Похоть Плоти Окей Похоть Что там еще Непотребство Особенно Вот не нравится Как я сказал Ссоры И разногласия Это Мои любимые Дела Плоти Вы знаете Почему люди Ссорятся Или почему Люди У них Разногласия В церкви Разногласия Вот он считает Так А вот он считает Так И мы давайте Вот разойдемся Так мирно Никакого мира тут нет Если вы расходитесь Это уже никакого мира нет Того не руководит Поиск истины Ни в коем случае Ты ссоришься И ты Не соглашаешься Потому что у тебя Своя Адженда Только Это чтобы утвердить себя Там Я могу это показать Но это вся моя Несегодняшняя тема Я не хочу Люди ссорятся И люди Не согласны Я говорю на этом уровне Только из-за этого А вот у меня такое мнение Так ты разберись Почему у тебя такое мнение А я так считаю Ну я знаю что ты так считаешь А почему ты так считаешь Ну вот потому что Но А потому что Я там у тебя Поэтому ты так считаешь Если ты покопаешься Ты увидишь Что ты туда придешь Если ты копнешь в лужи Ты придешь Свою я Поэтому Писание Что говорит Чтобы избавиться От этих дел плоти Что Бог тебе делает Он ведет тебя Духом Святым Куда Как Иисус Христос Пришел Пришел И Дух Святой Его повел Куда На крест Он его повел Послание к евреям Я недавно Перечитывал Там Как он пришел Ну в самом начале Когда он пришел И возле На Иордане Иоанн ему дал крещение И что там дальше написано И немедленно Дух повел его куда В пустыню Для чего Для искушения От сатаны Как вам нравится Дух Божий Это его не сатана повел Дух Божий Его повел туда Укрепить Укрепить Испытать Там Искусить Я не знаю Но повел его туда И он там был 40 дней И все эти 40 дней Его искушал сатана Цель искушения Погубить Цель испытания Укрепить Но самое не это главное Самое интересное Самое интересное Что его повел туда Дух Божий А он его повел туда К сатане На 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 экзамен Понимаете Дух Святой ведет тебя И когда Вот эти вот Когда Вот эти вот вещи Проявляются Тут нет Духа Божьего Тут нет водительства Потому что Дух ведет тебя туда Чтобы твое Я Окей Прижать Чтобы тебя ущемить Твое Я Чтобы Я Уменьшилось Чтобы тебя должно быть меньше Мне нужно умоляться Вот так Бог тебя ведет Бог ведет тебя путем уничижения Путем унижения Окей Окей Вот это путь Божий Это путь Когда тебя оскорбляет Когда тебя обижает И Бог дает тебе это вкусить И дает тебе Он тебя утешает В этот In the meantime Но Таков путь Почему? Потому что Ну Я Почему тебе плохо Когда тебя обидели Когда тебя оскорбили Тебе так плохо Аж прямо кушать не можешь И спать не можешь Ничего не можешь Потому что Я Твое Зажато Понимаешь? Зажато И перекрыто И перекрыто я Не могу Вот плохо мне Обидно так Что я же умираю Прямо И так несправедливо И вот Я Плохо тебе И Господь И думаешь Ну почему Бог Ну Бог тебя ведет Таким путем Чтоб ты понял Чтоб ты понял Путь Это Дух Божий Ведет таким путем Каким? Уничижение Потому что Таков путь Так Христос шел И Он не сам шел А вот Дух Святой Вел таким путем Для чего? Чтобы я Чтобы я Чтобы не было Вот этого разногласия Бесконечного Чтобы не было Вот этого Мнения Которое основано Совершенно Не на каких-то знаниях А основано Исключительно На твоем Эгоизме На каких-то своих Позициях От которых ты не хочешь Чтобы это вот Понимаете Как-то умолить Чтоб зависти не было Чтоб Чтоб не было ссоры Которая возникает Совершенно на голом месте На голом месте Эти ссоры возникают For no reason At all Только потому что Мое я Я должен Я должен Я должен показать свое я И возникает ссор И ты должен показать свое я И вот они столкнулись И будь здоров Это плоть В спорах Рождается истина Глупости Окей Forget it Истина родилась до того Как ты родился Тысячи лет назад В спорах Рождается Ничего там не рождается Хорошего Плоть рождается В спорах Плоть родила споры Радость Радость Мир Долготерпения Благо Милосердие Вера Круто Долготерпения Духа И когда Произошло Распятие Ты смирился Ты смирился Ты вот это Вот свое Ты распил И тогда Это смогло пройти Окей Потому что Они противятся Друг другу Понимаете Что объединяет Вот эти вот Девять Категорий В 22-23-м стихе Если То объединяет Мое я Здесь Здесь сказано Здесь Правильное отношение К Богу И правильное отношение Друг к другу Здесь Жизнь сосредоточена Вокруг В основном Вокруг Бога Это дела Любовь Окей Смотрите Воздержание Self-control По-английски Насколько Вот это вот Воздержание Оно Противоположно Это самое последнее Здесь Насколько Вот это вот Воздержание Противоречит Вот этим вот Вещам Которые написаны Вот Это настолько Диаметрально Противоположно Посмотрите Кротость Кротость Ее здесь И не пахнет Этой кротостью Там Потому что Если бы тут была кротость Не было бы ни ссор Не было бы ни зависти Не было бы Разногласий Ну у тебя Проявляется Так ты Take control Over this Self-control А это Есть плод Духа И тогда Не будут проявляться Эти вещи Занимайся этим И того не будет Я знаю Что хождение По духу Это такая тема И здесь Очень все такое И там Это супер Духовные проповеди А в принципе Это не Супер Дупер Это поступать Надо Поступать Это не сколько Учений Это не сколько Что-то такие Какие-то молитвы Там что-нибудь Такое Такое Духовное Поступать Do it Ok Just do it Ты видишь Тут в другом месте Сказано Галаты Сказано В другом месте Пятая Пятая глава Тут сказано Вы знаете Это место Любящий Другого Исполнил закон Помните Тут есть Ибо 14 стих Ибо Весь закон В одном Слове Заключается Ибо Весь закон 14 стих В одном слове Заключается В каком Люби ближнего Твоего Как самого себя Это ты поступаешь По духу Когда ты поступаешь По духу То в тебе Автоматически Исполняется Оправдание Закона Тебе не нужно Заниматься Законом Но когда ты поступаешь По духу В тебе Исполняется Оправдание Закона Люби ближнего Твоего Как самого себя Иногда любовь требует какого-то самопожертвования, иногда это происходит в ущерб себе. Поэтому дела духа, они сосредоточены на ближнем твоем, они сосредоточены на Боге, но ни в коем случае не на тебе. Итак, как отличать дела плоти от дела духа? Очень просто. Если все, что ты делаешь вокруг себя, то это плоть. Но если твои действия, они мотивированы любовью к ближнему своему и любовью к Богу, в первую очередь, то ты поступаешь по духу. Нужно здесь какое-то глубокое учение? Я не думаю. Здесь нужно просто поступать. Писание говорит, поступайте по духу, живите по духу. Тут не надо ничего такого супер, чего-то такого объяснять. Если мы живем, 25 стих, если мы живем духом, то по духу и поступать должны. И дальше он говорит, не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг друга завидовать. Простой пример поступания по духу. И что? Не надо друг другу завидовать. Радуйся успеху ближнего своего. И ты будешь, и я уже поступаю по духу, представь себе, что да. Да, но это не сопровождается каким-то облаком над головой, какими-то пророчествами, молитвами. No, it doesn't have to. Когда смысл твоего... Да, это не обязательно, Галя. Это не обязательно. Когда... Еще раз. Когда мотив у тебя, любовь к ближнему, и ты действуешь, руководствуясь этим мотивом, ты да, поступаешь по духу. Понимаете? И все. Но когда ты в своих поступках, у тебя корыстные мотивы, и ты преследуешь свои цели, и когда ты говоришь Богу, Господь, слава тебе, но у тебя корыстные какие-то мотивы, окей, то ты выступаешь по плоти. И Царство Небесное ты не наследуешь. That simple. Новый Завет. Что такое Новый Завет? Как формулирую, как звучит Новый Завет? Что говорит Писание? Как вообще? Вы вступили в Завет. Как он звучит? Ну, Возовет звучит так, что Господь говорит, что я вложу в свои законы, в свои законы ваши сердца, и напишу их в сердцах, и вложу их в мысли ваши. И вы будете моим народом, и я буду вашим Богом. Вот это вот Новый Завет. Как Бог вложит в свои законы, мне сердце напишет тут, на скрижалях, и вложит в мысли. Как? Как это можно? Они же, он написал на камне, ну хорошо, это понятно. А как можно здесь написать? Посредством своего Духа, который дается всем, нет, не всем, а кому? Тому, кто принял Иисуса Христа. Те, которые приняли Иисуса Христа как своего личного Спасителя, они запечатлены обетованным Святым Духом. И Дух Святой как бы, вот как имплант, вот мы делаем имплант in your heart and in your mind, the will of God. То есть Он производит это в тебе, Он это в тебя вложил. А теперь ты ответственен за то, что с тебя что? Выходит, понимаете? Они говорят Иисусу Христу, вот как вот Он оскверняется, вот Он кушает, вот нечистыми руками, или там нет, Он кушает. Говорят, нет, это не оскверняет человек. Что ты ешь, какими руками? Это не тебя не оскверняет. А что тебя оскверняет? А потому что из твоих уст выходит там какие-то гнев, там, помните, злость, ну вот эти вот вещи, понимаете? Вот это оскверняет тебя, ты всегда ответственен за то, что с тебя выходит. Вот за это Бог с тебя спрашивает. А не то, что входит. В тебя вошло нечто, нечто очень доброе. В тебя вошел сам Бог, и Он сотворил в себе обитель в тебе. А теперь ты ответственен, и я ответственен, что даю ли я этому Богу, который во мне живет, даю ли я Ему выйти? И вот эти вот дела, окей? Вот эти вот дела, вот эти вот дела, это проявление Божие. В чем моя заслуга? Моя заслуга в том, что я даю, это Божье, это не мое. Но это его плоды, это его. Моя заслуга в том, что я даю этому выйти из себя, окей? А когда с меня выходят вот эти вещи, что происходит? Происходит, я даю, этому я ставлю красный светофор, окей? А этому я даю зеленый, с меня выходит. Я ответственен, я in charge за то, что из меня выходит. Я могу это закрыть, а это открыть, или то закрыть и это открыть. It's up to me. Так если я открываю это, а я могу это делать, то я хочу, чтобы мы знали, что я тогда, Царство Небесное, не наследую. Is it clear enough? Поэтому что нужно делать? Иисус, будучи Духом Святым, Вадим Духом Святым, посланник евреям, Он, написано, принес себя в жертву. Дух Святой, это тот Святой Дух, который повел его на жертву. Это тот же самый Дух, который повел его на крест, чтобы он принесся в жертву, это тот же самый Дух тебя ведет сегодня. И куда ты думаешь, Он тебя ведет? Он тебя ведет туда, куда Он вел его. Куда? На распятие, на крест, чтобы что? Чтобы ты сделал, что те, которые христовы, те, которые христовы, потому что не все те христовы, которые говорят, что они христовы, не все те дети Авраама, которые дети Авраама, Окей, не все те иудеи, которые иудеи, и не все те христовые, христовые это те, которые что, которые водимые духом, окей, они пошли за духом, и дух их привел куда, на распятие вот этих вот страстей, эти ласт, эти вот похоти и так далее, и так далее. Они распяли это, они закрыли этому ход и дали ход где-то, вот этим духовным вещам, и вышло Божье. То, что с тебя выходит, оно тебя или оскверняет, или оно тебя освящает, одно из двух. Если с тебя выходит человеческое, это тебя оскверняет. Если с тебя выходит Божье, то это тебя освящает, и на таковых нет законов. Alright? Спасибо.